Всем добрый день! Сегодня, наконец-то, я осуществляю свою задумку. Я давно хотела снять свою композицию, которая называется «Ковчег». Но, к сожалению, у нас была очень пасмурная погода, и снимать при искусственном освещении мне очень не хотелось эту красоту. Хотелось, чтобы все-таки она была освещена солнцем, потому что в солнечном свете цвет суккулентов выглядит абсолютно по-другому. Вот очень хочется с этой стороны снимать солнечный. Под лампами свет бывает то слишком розовый, то слишком синий, если это холодное какое-то свечение, то мерцает, то не даст света, то пересвет. В солнечных лучах, конечно, выглядит все гораздо красивее. Посажена она у меня больше двух лет назад. Вот в такое кашпо. Это такой пластик. Достаточно большой объем. Я не помню уже точно, какой объем у этой чаши. Она в виде лодки. Такой вот. Как-то сразу, когда я ее увидела, в обе, помню, это было, я сразу как-то... У меня пошли ассоциации. Я придумала название «Ковчег». Ну, так оно и осталось. Сейчас я расскажу, что в ней живет. Так, начну я вот с этой своей красавицы. Одна из самых моих любимых. Эчеверий. Сейчас она зацветает. Это металлика. Она очень красивого красного оттенка. Итак, металлика. Рядом с ней сидит большие шишки. Седум пахефилум роз. Когда-то вот это была макушка. Я ее срезала и посадила рядышком. А пенек оброс еще новыми шишками. Это очеверия «Лемонберри». Вот она закрылась таким комочком. И вот сидит. Недавно совсем я ее срезала. И посадила тут же рядом. Под ней фактически ее собственный пень находится. Она с собой закрыла пенек. Если детка когда-то с пенькой вылезет, то она вылезет прямо рядом. Так, здесь сидит маленькая Сапсисилис. Так, это Блюмист. Это Франческо Балди как криптосидум. Он каким только не бывает. Чаще всего от недостатка света или при небольшом освещении у него лист более длинный. А если свет очень мощный, то он выдает очень плотные розетки с короткими листьями. Дальше. Жемчужина. Перл-Вон Ньюрнберг. Каланхо и ромбопилоза. К сожалению, здесь в условиях конкуренции питания, видимо, ей не хватает. И она не такая, скажем, пушистая и почти не дает детей. Но живет. Дальше сидит крестовник ползучий. Вот сейчас, к счастью, я могу показать вот это вообще это фантастическое зрелище, когда крестовник просвечивает на солнце золотыми прожилками. Вот я очень хотела этот момент показать на видео. Я где-то выкладывала фото. Это потрясающая красота. Листья у него такие же, как у ичеверий, опудрены. Они имеют налет. Их трогать тоже не стоит. Но на них имеются вот такие полупрозрачные прожилочки. На солнце вот это начинается игра. кончики у крестовника цикламенового оттенка очень красивые. Бывают желтенькие, бывают розовенькие, до сиреневого. И сейчас он зацвел. Открывается бутончик, в котором находится куча еще маленьких бутончиков, которые постепенно, постепенно открываются. И я скажу, что это красивый цветок, просто забавно. очень советую всем это растение. Дальше у меня сидит монстрик ичеверия Рузы. Купила я ее обычной ичеверии. Была классическая форма розетки. Ничего не предвещало каких-то изменений. И вдруг, в какой-то момент она решила, что она монстрозная. И пошло-поехало. Листья стали меняться. Они приобрели полосатость, неровность. И теперь еще макушки делятся многократно. Точка роста начинает многократно делиться. Так. Это Рузы. Это Блюберт. Посажено сюда недавно. маленькие кусочки седомо-испанского. Это крестовник Роули. Вариегатный. Висит здесь. Так свешивается. Сейчас я буду немножко перепрыгивать с одного на другое. Это Браунсия Максимилиани. Два сидят... Блюмист был вот здесь. Он у меня немножко розовый. И здесь совсем розовый. Я так понимаю, что это от недостатка питания. Дальше. Внизу везде накидан тазифилум седом. Это Граптопиталум Рузби. И я понимаю, что ему здесь питания не хватает. И он очень чахлый здесь. Возможно, надо его отдельно сажать. Потому что он конкуренцию как-то не очень хорошо переносит. Солнце, солнце, солнце уходит. Седом шталя. антеннки торчат везде. Здесь. Здесь. Так. Дальше. Это пенек суйона. Оброс. Была срезана голова. Сейчас я поверну. И голова отсаженная будет видна. Вот так был пень, который оброс с таким большим количеством розочек. Так. А вот головушка, которая была когда-то срезана. Необыкновенный красивый красный цвет. Пожалуй, самое красное очевидие в моей коллекции. Бывает вот такая вот мутация иногда. В виде трубочки выдается листик. Это уже не первый раз. О! Раз развернула. Раз уж сюда развернула. Это Мендоза. Грапто. Кто-то там. Я все время путаю, кто к Граптовери, кто к Граптопиталу. Мендоза. Так. Это Шейдекери. Это Чаверис Апсисилис. И сегодня в конце видео я сниму посадку еще одной Чаверис Апсисилис вот на это место. Мне очень хочется заполнить. Здесь у меня распался GPS Супербум. Граптопитал Аппетандров Супербум. Он распался. Это место мне пустое не нравится. Я хочу его заполнить розеточкой. То есть чтобы было два с Апсисилиса. Так. Красула не Алиана. Я почему еще не снимала видео. Я ждала когда она зацветет. Потому что я видела что она выдала в общем вот сегодня все совпало. И бутончики распустились. И солнце выглянуло. Шиндекери красавица розовая. Она сейчас розовая. Розовая розовая как зефирка. Красавишна. Так. Каланхоя войлочный. Томинтоза. Седом красно окрашенный Руброн Тингтун. Здесь же есть Граптоседом бронз. Пахиверия Пахифидоидис. Так. Там Адромискус Кристата. Что-то такое. Есть я не путаю. Так. Тут зажаты Седом Нюзбериану. Нюзбериану. И опять же Шталя. И рядышком красно окрашенный. Так. Вроде всех назвала. А вот Металлика солнцем залитое. Так. Разверну. На дне у меня приклеен войлок для того, чтобы легко было двигать по поверхности. Я не знаю, сейчас смогу. Кусочек войлока прямо на дне приклеен. Чтобы не царапать подоконник. Так. У меня еще здесь оставлена другая композиция. Просто хотела сделать вот так. Показать, насколько похожи две эчеверии. Слева находится эчеверия Джулиана. Она такая же ветвящаяся и такая же краснеющая, как Суен. Сейчас разверну ковчег. Слева Джулиана, справа Суен. Они очень похожи. Вот так. Это я к тому, что у меня многие купили Джулиану и показать ее еще раз. Посадка обычная. Внизу керамзит слой, самозамешанный грунт. Сажала я не очень плотно в надежде на то, что детки будут заполнять пространство. Но на сегодняшний день произошла забавная история. Крупные розетки, которые раньше сидели на нижнем уровне, сейчас приподнялись на ножках. Срезать я, повторюсь, что я очень не люблю срезать головы. И пока мне внешне все нравится, я не срезаю. Но зато оголилась земля. И так как у меня сейчас много детей народилось, я хочу кое-куда вниз на освободившееся место подсадить розеточки там, где ползучие седу мы не заняли. Вот, например, недавно я подсадила блюберт, недавно я подсадила вот эту вот жемчужинку, еще собседились. Вот сегодня вместе с вами я хочу просто показать, что даже в таких старых композициях в них можно что-то менять, подсаживать, наоборот, вынимать, ничего страшного в этом нет. Итак, мы попробуем посадить собседились вот в это место. в это. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...